Просторный класс, светлые окна и старые потрёпанные радиаторы. Установлены они были в 1976 году, когда открыл свои двери для детей детский сад Чебурашка. Прошло почти полвека. Сейчас в здании по адресу Кирова, 27, располагаются станция юных туристов и техников, музей народной памяти и центр патриотического воспитания имени Григория Булатова. Занятия на станции проходят с понедельника по субботу. Посещают их почти 300 детей. Система отопления давно нуждается в замене. Зимой здесь прорвало трубу, говорят педагоги. Исправить ситуацию решили с помощью программы поддержки местных инициатив. Проект победил ещё в прошлом году. Так что в нынешнем ремонт стартовал. Но охватить сразу всё в рамках одной инициативы невозможно. Когда мы готовили заявочную документацию, то мы прикладывали фотографии. Трубы в семи местах были вообще заменены кусочками. Конечно, у нас нет теплоузла, у нас нет теплощётчика. Поэтому всё это нужно сделать. Ну а вот ремстрой сейчас, когда ремонтируют, система вообще полностью поменялась. У нас трубы были заложены в пол. Сейчас они вынесены, чтобы мы их в случае чего-то могли легко менять. Не надо вскрывать полы. И поэтому, значит, вот такие перевёрнутые батареи. Это шестой удачный проект местной инициативной группы. Когда-то начинали с установки ограждения, затем заменили кровлю здания, отмостку, частично окна и отопительную систему. В другом здании на улице Карла Маркса заменили ограждение, заасфальтировали площадку. И вот снова время действовать. В прошлом году, реализуя проект ППМИ «Светлое детство», мы устанавливали пластиковые окна. Но денежных средств не хватило на то, чтобы все заменить оконные блоки. Поэтому оставшиеся мы планируем заменить в проекте 2024 года. Ну и поскольку вот сейчас, в 2023 году, у нас меняются только трубы, а батареи практически остались старые, нужно будет заменить ещё все радиаторы. Инициаторы проекта надеются на поддержку слабожан. Чем больше неравнодушия и денежных средств, тем выше вероятность победить. А значит, обеспечить детям комфортную среду для занятий.